А перед началом этого видео, хочу посоветовать вам подписаться на канал ThugLife GTA 5. На этом канале тоже выходят интересные видео, трюки, фейлы и всё, что связано с GTA 5. Обязательно подпишитесь на канал. Всем привет, друзья, с вами снова Беркли. И в этом видео я покажу вам, как по-быстрому прокачать левел в MP серверах, то есть на 0.1 сервере или на 0.2 сервере. Так как меня много спрашивали в комментариях, то я решил всё-таки записать этот видос, как по-быстрому прокачать уровень на ВМП. Этот способ актуален только, когда у вас есть уже второй уровень работ на этом сервере, то есть когда вы сможете работать таксистом или продавцом еды. Ну и собственно способ заключается в том, что мы будем работать с вами продавцом еды. Сейчас я поставлю здесь канистру в машину и расскажу вам, в чём суть этого способа. То есть я довольно-таки неплохо прокачал свой уровень. Ну и продолжаю качать с помощью этого способа, ну когда есть время. Ну и при этом этот способ, это прокачка левела и ничего не нужно делать. То есть как прокачать уровень, ничего при этом не делаем. Итак, встаём на вот эту метку, устраиваемся на работу здесь. Далее берём вот этот вот фургончик замечательный такой вот, небольшой. Заводим и едем собственно за продуктами. Ну то есть как обычная работа, ну здесь вот продавцом еды. Как обычно идём продавать, но я покажу вам, как качать уровень на этом продавце еды. То есть у меня, смотрите какой сейчас уровень. У меня 1697% опыта. И сейчас попробуем поехать закупиться продуктами и там уже начнём качать свой уровень. Также для быстрой прокачки уровня я рекомендую вводить промокод Билли. Ну и при регистрации вводите промокод Джо Лоренцо и вы получите 10 тысяч по достижению третьего уровня. Ну а также другие промокоды, которые будут в описании под этим видео. Или же я оставлю видео, ссылку на которое вы сможете установить ВМП. Ну и подробная установка ВМП. Итак, друзья, доезжаем мы уже почти на нашу точку. Ну там продажи, сейчас там будет продуктовый магазин и нужно нам будет закупиться продуктами. Продукты недорогие, там 40 долларов стоят 1000 единиц. А 1000 единиц вы можете продать там в принципе за 30 долларов. Ну и суть заключается в том, чтобы продавать продукты не меньше, чем за 30 долларов. То есть если вы будете ставить цену меньше, чем 30 долларов, то у вас не будет качаться уровень. Это я уже проверял, ставил там 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов и уровень не качается. Когда вы ставите 30 долларов, то уровень качается. Сейчас идем закупимся здесь продуктами по-быстрому. У нас 50 секунд, чтобы все закупить. Покупаем буквально таки все. 10 тысяч грамм. Ну и я, собственно, покажу вам, буду работать пока не продам эти все 10 тысяч грамм. Так, ну и садимся в наш фургон. Здесь. И, собственно, ставим цену COST. Ставим цену 30. То есть 30 для того, чтобы ваш уровень качался. Если будет меньше, то уровень не будет качаться. За каждый проданный тако по 30 долларов вы будете получать по 1% опыта. Ну и, собственно, видим медики. Сейчас двое медиков. Ну и рекомендуется это делать, когда медиков нет в онлайне. То есть когда много, ну сейчас большой таки довольно онлайн игроков, но медиков всего-то двое. Ну и, в принципе, можно попробовать этот способ, когда медиков двое. Когда медиков вообще нету, то этот способ особенно актуален. Так, приезжаем мы здесь возле больницы, нам нужно встать здесь и начать продавать наши продукты. Так, встаем где-то здесь. Ну и, собственно, нажимаем клавишу И, чтобы запустить нашу вкладку с едой. Нажали клавишу И. И, собственно, сейчас должен подойти первый покупатель, который купит наш продукт. Видим, вот первый покупатель сразу же подбежал. Ну, видимо, цена ему не очень таки понравилась. Но, повторюсь, если будет меньше, чем 30 долларов, ваш уровень не будет качаться. Так вот, идут игроки, люди, возможно, кто-нибудь купит. Ну, посмотрим, подождем первого игрока, который купит у нас продукт. И я покажу вам уже, собственно, что этот способ действительно рабочий. То есть, один продукт купит у нас игрок, и наш опыт повысится ровно на 1%. То есть, это довольно-таки актуально. Один покупатель может купить в среднем для повышения до полного хп 4 штуки продукта. То есть, это сразу выходит. Бывает, у меня выходили там по 5 людей, по 3-4 люди и покупают сразу же все продукты. Так вот, быстро разбирают. Но сейчас в больнице там медики есть. Так что, надеюсь, в принципе, тоже результат будет неплохой. Ну, хотя бы, если бы не было там в больнице игроков, ну, то есть, медиков, то нам бы было, конечно же, лучше. Так, успешно я отошел. Буквально только что разорвался там, взорвался автобус. И я успешно таки левнул оттуда, чтобы нас не взорвали. Ну, и мы выйдем сейчас, которые часы, буквально постоим, пока не продадим все продукты наши. И давайте подождем все-таки нашего первого покупателя. Ну, этот способ очень-таки актуален, так как с помощью этого способа вы можете вообще ничего не делать, а просто стоять здесь. Лично я, когда стою здесь, я монтирую там видео, допустим, на канал и продаю. То есть, это, или можете там, кто ходит там в школу, делать уроки там и продавать вот так вот параллельно. Но нужно следить также за счетчиком АФК. То есть, каждые 10 минут нужно двигаться или же вводить тот код, который высветится над картой, чтобы вас не кликнул АФК. Если же вас кликнет АФК, то нужно будет ехать по новой за фургоном. Ну, и так стоим здесь, вот, в принципе, сейчас подождем первого покупателя. Где же он там сейчас? Ну, это самое такое лучшее место, так как здесь все выбегают игроки, чтобы купить тако, чтобы повесить хипе. И вот у нас первый игрок, который купит тако. А нет, это тоже проигнорил. Наверное, цена все-таки не очень актуальна, так как медики лечат за 50 долларов. Ну, а за, я поставлю, если меньше, то хипе не будет качаться уровень. То есть, лучше всего, такая самая минимальная цена, это 30 долларов для заработка и для прокачки уровня. Ну, и давайте я сейчас подожду еще одного покупателя. Наверное, кто-то сейчас выбежит отсюда, сбойнется. И, ну, в принципе, этот способ довольно-таки неплохой. Можем заработать. То есть, считайте сами, за 10 тысяч тако, которые мы купили всего-то за 400 долларов, вы сможете заработать по цене 30 долларов, 3 тысячи долларов сможете заработать. Ну, лично у меня выходит где-то 5-6 тысяч за час. Ну, и при этом ничего не делая, я там занимаюсь своими делами, там, ну, в реальной жизни. А вот так вот оно само продается. То есть, этот способ довольно-таки нормальный и неплохой для прокачки уровня. Я уже докачал свой уровень до 12, там. Видим, вот у нас первый покупатель. И давайте посмотрим статистику. И наш уровень повысился ровно на 1. То есть, видите, за 1 тако проданный у нас повысился уровень до 1%. То есть, ну, бывает, что выбегают с больницы, там, по 3-4 игрока, и сразу же так разлетается буквально все. То есть, ну, в принципе, полчаса это максимум, чтобы продать эти все продукты. Ну, и давайте я немного ускорю видео. То есть, посмотрите без вырезки, чтобы действительно удостовериться, что игроки покупают здесь. Ну, при этом, что в онлайне двое медиков. То есть, как я уже сказал, лучше всего, когда медиков нету в онлайне, лучше всего тогда продавать. Ну, это в основном вечером, когда большой онлайн, 350 игроков на сервере и 0 медиков примерно вот так вот. И тогда я сюда приезжаю и продаю. Ну, и давайте я сейчас ускорю видео и посмотрим, сколько же мы сможем продать. Субтитры подогнал «Симон» 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 До свидания, всего хорошего «Симон»